Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Джош Кауфман с книгой «Сам себе MBA. Самообразование на 100%» и вместе с ним легкий тюнинг формата. Дело в том, что мы в «Читай быстро» записали уже больше 60 обзоров нонфикшн книг, их кстати все можно найти по ссылке в описании под этим видео, и появилось ощущение, что нужно попробовать чуть ускорить формат обзора, чтобы вы получали выжимку по основным фактам книги и не тратили на это больше 10 минут. Больше фактажа и размышлений мы будем выносить в текстовую версию, которая также всегда будет доступна вам по ссылке в описании под этим видео. Итак, это обновленные «10 фактов, 3 задачи из интересной книги» и «600 секунд формата». Именно во столько секунд мы будем стараться уложить обзор каждой книги, поэтому вина станет меньше, но я все так же буду медленно, неспешно и размеренно его попивать на протяжении всего выпуска. Сегодня, кстати, последний обзор в апреле без вина. Заканчивается пост, это значит, что уже совсем скоро мы сможем вернуться к привычному благостному состоянию и размеренному питью. Вся книга в одном предложении. В момент, когда вы впервые задумаетесь над тем, чтобы получить специализированное бизнес-образование MBA, которое переводится и расшифровывается как «Мастер делового администрирования», возьмите в руки эту книгу. Она поможет вам понять, на какие основные аспекты нужно обращать внимание, если вы хотите перевести ваш бизнес на новый уровень. Тут и про ценности, и про конкуренцию, и про маркетинг, и про управление людьми. Эта работа Кауфмана вошла в десятку лучших бизнес-книг современности, и думаю, будет полезна и тем, кто только решил открыть свое дело, и тем, кто уже достаточно долго занимается бизнесом и хочет перевести его на новый уровень. Итак, какие же 10 основных фактов я выделил из этой книги? Ценность бизнеса. Кауфман убежден, что любое дело должно иметь практическую пользу для людей. Вы, когда выбираете сферу деятельности, вы ориентируетесь на человеческую потребность. Нужно выяснить, чего не хватает потребителю сегодня и предложить ему это. Потому что зачастую новая ценность находится в легком тюнинге уже привычных вещей. Обнаружить это очень просто. Вы просто следите за тем, что, когда, где и как вы покупаете, и любые неудобства свои записываете в блокнот. Через время вы найдете сферы, в которых есть что улучшить, чтобы сделать вас, как потребителя, чуточку счастливей. Это значит, что вы нашли новую ценность. Но будьте готовы к тому, что это сделали не только вы, потому что на рынке всегда существует конкуренция. Если есть конкуренция, значит есть спрос на товар или услугу. Вы не останетесь без целевой аудитории, клиентов и, следовательно, без прибыли. Никогда. Не стоит бояться конкуренции. Напротив, нужно изучать аналогичные предложения на рынке и дать потребителю больше остальных. Предлагаемую продукцию Кауфман рекомендует предварительно протестировать, выявить возможные недочеты и до того, как она попадет к конечному потребителю. Вообще, надо сказать, что славянская ментальность в части делового администрирования, в части MBA и развития бизнеса, она максимально закрыта. Мы не любим конкурентов, мы неохотно делимся наработками, мы пытаемся защитить свое личное пространство. Западный подход, он совершенно иной. Все держится на совместных каких-то проектах, на разработках. И конкурент вовсе не конкурент, а ваш коллега и партнер. И поэтому, если ваш маркетинг работает настолько хорошо, что производство не справляется с потоком заказов, вы не бойтесь поделиться этими заказами с вашими конкурентами. Как это не парадоксально, в итоге выигрывают все. Покупатель, потому что он получает нормальный товар, вы, потому что вы удовлетворили боль покупателя и ваши конкуренты, которые с этого момента становятся вам партнерами. И, конечно же, помните все время о целях маркетинга. Джош Кауфман убежден, что главная цель маркетинга – привлечение внимания к продукту. Сделать это можно несколькими способами, говорит он нам в книге «Сам себе MBA», среди которых незаурядность, возбуждение любопытства, акцентирование внимания на выгодах для клиента, бесплатные предложения. В общем, все то, что вы обязательно и так встретите в любой маркетинговой книге. Он их называет крючками, там все вот эти вот способы. Ну, в общем, я хочу сказать, что, хоть это и вынесено в отдельный слайд, но Кауфман не суперсильный автор в области маркетинга. Если вы хотите больше погрузиться в эту историю, то обязательно Нир и Яль на крючке, Гарри Беквид без раздумий, Клиенты на всю жизнь Сьюэлл, Фил Барден и его взлом маркетинга, и предсказуемая иррациональность Дэна Арели. По счастливому стечению обстоятельств, все эти книги в кратких обзорах уже вышли на нашем канале, вы можете их послушать за небольшой промежуток времени и будьте уверены, что выйдет еще больше таких книг. Поэтому, если вы вдруг еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь на колокольчик, ставьте палец вверх, напишите комментарий, какую книгу по маркетингу вы бы хотели увидеть в коротком содержании, а мы пока перейдем к эффективным продажам. Помните, что главная задача любого бизнеса, ради чего, собственно, все и затевается, это продажи. Больше, чаще, с увеличивающимся чеком. И Кауфман предлагает использовать методики, которые будут увеличивать как раз продажи продукта, и они основаны на базовых психологических принципах. Например, чувство взаимности. Если вы начинаете взаимодействие с клиентом с небольшого презента, там какой-то чашки кофе, то это как бы его обязывает воспользоваться вашими услугами в дальнейшем. Ну, если не обязывает, то уж, по крайней мере, предрасполагает к вам гораздо больше, чем если бы этой чашки бесплатной не было. Точно так же предложение бесплатной доставки, возврат без ограничений, это все снижение покупательских барьеров и взятие на себя каких-то рисков. Максимально подробно в базовом уровне история с продажами психологии и немножко и все еще с маркетингом очень подробно освещается в книге Роберта Челдини «Психология влияния». Если еще не читали, обязательно прочтите. Помните, что цель, кроме эффективных продаж, цель каждого бизнеса – это, конечно же, еще увеличение доходов. Четыре основных способа увеличить прибыль. Это увеличить количество клиентов, это повысить сумму среднего чека, это увеличить число сделок с каждым клиентом, чтобы он покупал чаще, и это увеличить цену. В книге каждому методу автор уделяет отдельное внимание, рассказывает, почему целесообразно использовать тот или иной метод, где и как их нужно применять. Мы пока двигаемся дальше. Все время работайте со страхами клиентов. Человек боится потерь, именно поэтому, кстати, в казино при игре никогда не используются деньги, а используются фишки, потому что психологически с фишками расставаться гораздо проще, чем с деньгами. И вот этот страх потерь пропадает, хотя, согласитесь, в казино люди все-таки оставляют немалые суммы. Другой пример – это покупка дорогого платья. Если его сложно купить в магазине, самое дорогое, то это же платье по этой же цене, повешенное рядом с другими платьями, которое стоит еще дороже, уже не будет казаться таким дорогим. Это метод наивысшей цены или оттенения с помощью наивысшей цены. Она ее в книге «Без раздумий» очень бы как-то хорошо описывает. Ну, в общем, у клиентов всегда будут страхи, их нужно правильно найти и с ними работать. Кроме работы со страхами клиентов, не забывайте о том, что нужно еще работать над собой. Это называется праймингом, самопрограммированием мозга на восприятие актуальной информации. Очень часто бывает, что из какой-то книги в один момент времени вы получаете что-то, запоминаете хорошие одни куски информации, а прочитав эту книгу в другом настроении, в другой промежуток времени и с другими мыслями в голове, вы замечаете абсолютно вообще другое, удивляетесь, как вы не видели вот того, не видели этого, когда прочитали книгу в первый раз. Это то же самое там происходит с какими-то материалами обучающими, ну, не только с книгами, это называется прайминг, вот это вот самопрограммирование на восприятие актуальной информации. Это правило отлично работает при принятии бизнес-решений, и поэтому вы можете использовать его в качестве способа определения правильности своих убеждений. Он будет состоять из двух частей. Вы с одной стороны занимаетесь самопрограммированием, а с другой стороны ищите контраргументы, чтобы избавить себя от предвзятого мнения, что вы точно знаете, как правильно. То есть вы четко понимаете, на чем вы зациклились, и сознательно бомбардируете это ощущение вопросами, сомнениями и всем тем, что может, в общем-то, разбить вашу текущую установку. И таким образом выкристаллизовывается единственно правильное решение. Все время помните о показателях эффективности. Кауфман говорит, что любая система может анализироваться по следующим параметрам. Как быстро создается продукт, сколько людей обращает на него внимание, сколько из них его покупает, такая получается воронка, и сколько времени уходит на обслуживание. Также сюда добавляется, какая маржа прибыли. Любимый вопрос всех бизнесменов про маржу. И количество возвратов или жалоб. При этом вы должны понимать, достаточно ли вам зарабатываемых денег. Вот если вы составите таблицу, в которой будут вот такие вопросы, и у вас будут на каждый момент времени, который вы там себе выберете, на каждый день, неделю, месяц, числовые ответы, то это значит, что вы сможете уже чуточку лучше следить за показателями своей эффективности и понимать, что у вас там происходит в бизнесе. Бесконечно улучшайте систему, но руководствуйтесь при этом принципом Парета, что 80% результата должны генерироваться 20% усилий. В любой системе за большую долю результата отвечает минимум параметров. Именно поэтому нужно сконцентрироваться лишь на тех факторах, которые будут приводить вас к успеху. Ну и, конечно же, принципы управления. Это вообще основная часть, ради чего человек задумается над MBA. Нанимайте на работу исключительно профессионалов. Тогда даже небольшая группа быстро и качественно выполнит основной объем работы и за каждым сотрудником должны быть закреплены обязанности с формулировкой результата. Он должен понимать, что он делает, зачем он делает, как меряют его эффективность, что будет в случае, если он выполнит задания, которые на него возложены вами, и что будет в том случае, если он не выполнит. То есть мотивация и, в общем-то, демотивация. Старайтесь ограждать сотрудников от отвлекающих факторов и находите кратчайшие точки достижения результатов. На первых этапах вы, а на вторых этапах учите это делать самих сотрудников. Проводите измерения, насколько быстро и хорошо выполняются поставленные задачи. Такие вот быстрые 10 фактов в режиме 600 секунд, я надеюсь, мы уложились. Три основных задачи. Из каждой книги, кроме 10 основных фактов, я стараюсь выписать три основных задачи. Это конкретные вещи, которые нужно пойти и сделать после того, как прочитал книгу. Формат 10 фактов и трех задач, он позволяет из каждой книги получать максимум полезной информации. И факты и задачи я записываю в букнот, блокнот для осознанного чтения. Подробнее про него можете почитать на сайте буква.инфо. Не буду на этом останавливаться, очень во многих видео мы про это рассказывали. Кто он, что он, зачем он нужен. Три основные задачи. Значит, на одном из продуктов попробовать поочередно все четыре способа увеличения дохода, количество клиентов, сумма среднего чека, повышение цены и рост сделок на одного клиента. Составить таблицу, какие из способов менее или более затратны и что происходит в долгосрочной перспективе. Второе. Проработать карту страхов клиента, постоянно обогащать ее новыми данными с первого уровня взаимодействия. Первый уровень – это продажники, это работники службы поддержки, это специальные интервьюеры из фокус-групп. От того, насколько объективная и актуальная информация будет о страхах, зависит объем продаж, который получится сгенерировать у бизнеса. Ну и третья задача – это отложить денег на MBA и податься на прохождение программы с единственным обязательным условием. MBA важен еще и потому, что он позволяет получить максимальную пользу не только от знаний, но и от знакомства с новыми партнерами, которых можно приобрести в процессе обучения. Поэтому отраслевые MBA для вашего бизнеса будут подходить максимально хорошо. Помните об этом. Такими были 10 основных фактов, 3 задачи из книги Кауфмана «Сам себе MBA». Это был проект «Читай быстро» буква.инфо. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте палец вверх, колокольчик, можете показать этот обзор своим друзьям, которые только собираются подаваться на MBA или уже прошли его и спросить их мнение, напишите свое мнение в комментариях. В общем, все то, зачем вы, как правило, приходите на YouTube. Если вас интересует скорочтение, беглое чтение, обзоры книг, нон-фикшн, эмоциональный интеллект, софт-скиллы, управление временем и всякое такое, приходите к нам на проект «Читай быстро» буква.инфо. Можно проверить скорость чтения буква.инфо, слэш рапит, можно узнать про букнот, про рабочие тетради, про наши смарт-конспекты, в общем, много-много-много всего, в том числе и на инстаграме буква.инфо. Надеюсь, получилось уложиться. Через неделю новая книга, снова 600 секунд, будет весело. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. субтитры создавал DimaTorzok,